всем добрый день дорогие друзья уважаемые зрители youtube-канала компания маркетс на связи михаил ричард и сегодня у нас наконец-то очередной этот и микрофон в котором разберем текущую ситуацию на рынке чего ожидать от валютного рынка фондового рынка в будущем и во что инвестировать что торговать на следующую неделю поэтому давайте без лишних слов поехали и смотрим что у нас по рынку итак первое это это макроэкономика штата ближайшее время ожидаются выборы президента сша логично что за это время будет сильная волатильность на рынке и это волатильность будет как на валютном рынке так и на фондовых рынках на данный момент у нас общая картина по папу по монетарной политики баланс трайдного банка видим продолжается стимулирование продолжают накачивать день экономику деньгами и это вся собственно ситуация нам говорит в первую очередь о том что доллар был и ближайшее время будет слабить но в целом экономика накачивается деньгами видим что рынок труда постепенно у укрепляется видео что идет общая тенденция на снижение уровня безработицы самое интересное что и не шанс jobless claims это заявки на пособие по безработице было одна неделя когда бы стала выше чем все предыдущие и потом как видим все пошло на спад то есть общая тенденция идет на снижение и это это хорошо потому что заявок на пособие по безработице меньше это гре что безработица меньше и и тем самым идет укрепление рынка труда более того темпы роста заработных плат хоть они и находятся в год в году в отрицательном положении но общая тенденция идет на повышение это все говорит о том что экономика находится в цикле начала роста более того инфляция у нас тоже постепенно восстанавливается еще не дошла до уровня даже двух процентов и учитывая то что монетарная политика фэр заключается в таргетирование безработицы этом все нам говорит об одном экономика постепенно восстанавливается экономику поддерживать стимулировать и доллар будет слабить а валюты все которые по отношению добра за наоборот будут укрепляться это раз трой момент фондовый рынок будет постепенно расти особенно после выборов после того как будут окрашены результаты выборов согласно данных и опросов ожидается ожидается что результаты выбора будут готовы уже полностью официально примерно 26 ноября не получается что ровно месяц нас до окончания всей этой волатильности после чего начинается санта ралли и после чего начинается хорошее движение на фондовых рынках 3 числа я думаю что будет сильно еще волатильности но фондовые рынки могут очень сильно упасть на данный момент уже как мы посмотрим посмотрим наблюдается раз два три 4 5 6 7 8 дней падения практически ни один день цена закрытия не было выше предыдущего то есть все просто валит валит вниз и сегодня есть небольшой рост на азиатской цельсии фьючерс видите чуть-чуть что там подросло на 0 0 5 процентов в целом я думаю что будет уже постепенно идти тенденция наверх и можно ожидать на следующей неделе какого-то восстановления и дальнейшего роста в целом любое снижение это наоборот возможность для того чтобы купить по более низкой цене те же фондовый индекс теперь что же касается валют и текущей ситуации по счету потому что данный счет я уже веду с сколько уже с апреля месяца если не ошибаюсь вот и на данный момент можете нас поздравить в режиме реального времени в прямом эфире отрывая все сделки каждую из которых вы можете посмотреть в любом видео с обоснованием почему эта сделка была труда счет удвоен даже даже больше чем у двое на начало было 5 тысяч долларов сейчас у нас 10473 соответственно более 100 процентов депозита мы с вами в прямом эфире я надеюсь что вы тоже подбирали те же сделки что и у меня были на заработали свыше ста процентов поэтому можем друг друга поздравить и это замечательно теперь давайте работать дальше все-таки нам нам надо теперь вот эти действительность тоже удвоить поэтому уже будем исходить из данных рисков так евро доллар на данный момент у нас тенденция общее общее больше верче вниз но я думаю сейчас будет флэт особенно до президентских выборов и возможно тоже до 3 ноября пойдет какое-то укрепление европейской валюты по ой верни на брод падение европейского люта укрепление доллара по отношению к европейской валюте дальше фунт доллар тоже на данный момент видим тенденция находится во флете общие общая тенденция еще на на рост еще можем подрасти где-то в диапазон 1 3254 вот так то общий будет флэт и особенно до выборов доллар франк тенденция большим вершим вниз тоже ждем до выборов чтобы это вся это весь флэт закончился доллар иен у меня сделка витя на покупку пока думаю что еще до выборов можем под упасть поэтому если под упадем я еще его буду добирать потому что общая тенденция по доллар иене должна идти вверх дальше нзд иена тоже будет флэт и учитывая что мы находимся на максимумах есть принципе ожидания что еще можем под упасть и при том что пунктов так на 200 300 поэтому можно теоретически здесь искать точки входа на продажу но общая тенденция думаю будем сейчас долго во флете а потом посмотрим если пробьем верхний уровень тогда пойдем куда наверх если нижний туда как минимум к данным уровнем мы упадем так нзд и везде очень широкий флэт и я думаю что он еще продолжится как минимум до выборов пока лучше не заходить и везде как покупок у нас видим много общая тенденция наверх и как только обновим вот этот максимум я буду постепенно закрывать эти все покупки по юсд канада пусть там даже и будет небольшой минус но я его хочу прикрыть но он но он но 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 важно что общая тенденция наверх поэтому теоретически если готовы сидеть 3-5 месяцев то можно ожидать дальнейшего роста аудио сда тоже находимся на максимумах возможно до выборов будет какое-то укрепление еще но пока пока больше тенденция то что будет флэт и сдк пока флэт ничего тут интересного а вот франк тоже пока будет флэт тоже находимся на максимумах есть больше тенденция на снижение чем на рост и есть шансы на то что можем упасть вплоть до данного уровня 6 можем снизиться так аудио на та же самая картина можно сюда вниз упасть поэтому тоже обращайте на это внимание out нзд пока тенденция видим в целом была на низ упали хорошо и сейчас здесь есть сигналы на покупку но мы уже находимся на таких максимумах поэтому по нашей системе макро трейдинг здесь сигналов нет карт франк во флэйте пока не заходим к длина то же самое флэт пока не заходим франк иена тут теоретически можно пробовать шортить его со стопом сюда но это не подходит под мою стратегию поэтому я лучше дождусь когда будет будут более хорошие точки ввода евро а вот сделка была закрыта заходили еще здесь к видим очень долго торговались и и сейчас наконец-то выросли вот поэтому сделку эту я закрывала и она у меня пока находится пока здесь без сделок но общий сигнал по евро а вот это вверх и мы можем дойти вплоть до вот этих уровней на более долгосрочную перспективу евро канада пока сделок нет пока ждем евро франк та же самая картина евро фунт тоже самое находимся таком достаточно широком флэйте поэтому пока ждем евро иена пока сигналов нет евро нзд то же самое все находится во флэте так и фунт ауд две сделки я прикрыл одно еще оставил и жду его дальше наверх как минимум к данным уровне где у меня стоит и профит это мы как минимум туда дойдем поэтому можно спокойно дожидаться дальнейшего роста но две сделки я закрыл одна из них дала плюс семьсот восемьдесят шесть пунктов дохода а вторая дала дохода нам плюс 280 пунктов что согласитесь очень даже неплохо 780 пунктов это это хорошо фунт канада пока флэйт фунт франк тоже пока флэйт и доллар они долго я на фунт иена пока особо интересных сигналов для входа у нас нет так то же самое все находится во флэйте очень такая сейчас ситуация 90 процентов всех пар находится во флэйте и хороших захватов нет вот это крат есть одна из причин почему стоит торговать средний срок так как вы заходите в одну сделку такую которая реально понятная осознанная и зарабатываете на этом деньги если торговать постоянно каждый день можно попасть вот такой вот флэйт в стопы повыносит пойдет куда-то и в конечном итоге ничего хорошего не будет пока ничего нет доллар рубль да по доллар рубль тут мне задавали часто много вопросов вот у вас чего можно ожидать и от рубля общая ситуация по рублю следующий так по рублю вообще-то кино смотрите есть шанс то мы еще можем подрасти где-то 79 79 80 принципе концу года но сейчас мы будем находиться вот такого широком флэйте и возможно еще даже пойдет небольшое укрепление к уровню 75 00 примерно но в общем общая тенденция наверх и 79 мы вполне вероятно можем увидеть по золоту тенденция и я чисто больше ждаю его наверх на более такую долгосрочную перспективу две с половиной тысячи долларов можем видеть есть одно после выборов все те кто держали свои за свою заначку золоте начнут ее продавать и начнут заходить на фондовый рынок поэтому если покупать золото то покупать его с балла в балансе с фондовыми индексами так как если золото упадет фондовый индекс и вырастет поэтому на это тоже обращайте внимание по биткоину ну биткоина шикарно пошел сколько он уже 3 больше 13 тысяч принципе как мы с с вами говорили еще на прошлом эфире нам же больше уже 13 тысяч общая тенденция далее по биткоину вверх обычно зима это время биткоина я так понимаю что все покупают себе эти майнинговые фермы для того чтобы прогревать квартиру и не платить за отопление вот и и можем ожидать дальнейшего роста не думаю 15-18 тысяч мы еще можем увидеть на ближайшие где-то полгода вот поэтому тенденция по приходим больше вверх сейчас после такого роста я бы подождал потому что что сделать вот логично подумайте чтобы вы сделали детстве бы вы купили биткойн вот здесь скорее всего оба его закрывали поэтому здесь тоже самый картин скорее всего вы его будете закрывать и все другие будут закрывать можно может получить случится небольшой откат после чего пойдет хорошее движение наверх поэтому можно будет его подбирать так nasdaq тоже я закрыл все это отражается здесь непосредственно сейчас после данного отката я думаю что тоже его буду подбирать но буду уже подбирать после выборов тогда когда будет больше шансов на дальнейший рост но если 500 та же самая картина смп 500 стать вчера вырос по причине роста котировок на акции нефтяных компаний не так как в смп 500 как раз львиную долю занимают сердце занимает сектор энерджи это краски самые нефтяные компании он собственно он и дал прирост нас так пока еще падает все таки нефти эти технологические компании достаточно сильно переоцененные поэтому видим такую ситуацию ну и индекс страха мой любимый индекс страха пока видим я его закрыл так получилось что на самом минимуме вот и я думаю что сейчас еще будет рост но индекс страха лучше продавать вот это такой такой единственный и актив которые лучше продавать а не покупать поэтому в ближайшее время можем уже ждать как раз перед выборами сильную волатильность рванет наверх и будем его продавать на дальнейшее снижение страха все-таки страх не вечен когда-то когда-то он перестанет быть на рынке вот собственно такая ситуация на данный момент у меня все всем вам хорошего вечера хорошего дня хорошо торгуйте зарабатывайте и будьте успешно увидимся с вами ровно через неделю